Всем доброго дня, это Гелиосар и Биология просто. Учебник Биология, 7 класс, за авторством Сухороковой, Кумченко и Колесниковой. Параграф 37. Тип членистоногии, класс Насекомые. Вспомните, какая система органов у животных участвует в переносе питательных веществ и кислорода клеткам? Как правило, это кровеносная система, но она бывает замкнутой и не замкнутой. В чем различие неполного и полного превращений? При неполном превращении, в принципе, личинка имеет много схожего с основным насекомым. При полном превращении, личинка не имеет ничего общего с основным насекомым. Примерно 70 или даже 75% всех видов животных, населяющих Землю, представлены насекомыми. И сегодня ученые продолжают обнаруживать новые виды. Где-то в различных джунглях Африки, различных пещерах, болотах или даже на территории лесов. Основные признаки. К классу насекомые относят членистоногих, имеющих наиболее сложное строение. В процессе эволюции насекомые освоили все среды жизни, все климатические пояса. Большинство из них – обитатели суши. Водный образ жизни ведут в основном личинки. Все насекомые имеют единый план строения и дышат трахеями. Однако представители разных отрядов насекомых различаются формой и строением ног, ротового аппарата, крыльев, типом развития. Особенности внешнего строения. Тело насекомого разделено на голову, грудь и брюшко. Грудной отдел несет три пары ног, у крылатых форм дополнительно крылья. Строение ног и форм ротового аппарата связаны с образом жизни и местом обитания насекомого. Крылья насекомых представляют собой мощные складки, стенки тела, в которые заходят трахеи и нервы. В местах их прохождения образуется утолщение – жилки. Жилки образуют определенный рисунок на крыле, который хорошо заметен невооруженным взглядом. Особенности строения крыльев отражены в названиях отрядов насекомых. Прямокрылые, жесткокрылые, чешуи крылые, перепончатокрылые, двукрылые. В передней части головы у насекомого расположены два сложных глаза и пара усиков, которые играют роль органов осязания и обоняния. Среди насекомых встречаются много и бескрылых форм. Есть виды, которые произошли от древних первично бескрылых насекомых, например, многохвостки, двуххвостки, щетинохвостки. У других видов крылья утрачены в связи с переходом к паразитическому или скрытому образу жизни их представителей. Особенности внутреннего строения. Пищеварительная система насекомых устроена так же, как у всех членистоногих и состоит из передней, средней и задней кишок. Органами выделения служат мальпигиевы сосуды, тонкие трубчатые выросты кишечника на границе средней и задней кишок. Дышат насекомые трахеями, поэтому виды, живущие в воде, например, водные жуки и клопы, личинки комаров, время от времени поднимаются на поверхность водоема, чтобы пополнить запас воздуха. По сравнению с другими членистоногими, насекомые имеют самую развитую нервную систему. Она представлена брюшной, нервной цепочкой, окологлоточным нервным кольцом и головным мозгом. Чем сложнее поведение насекомого, тем сильнее у него развит головной мозг. Например, у пчелы объем мозга больше, чем у жука-плывунца. Индивидуальное развитие. Почти все насекомые раздельно полы. Жизненный цикл обычно начинается с оплодотворенного яйца. У наиболее древних отрядов, многохвостки, двуххвостки, вылупившиеся из яйца молодые особи, полностью похожи на взрослых, только меньше размером. Такое развитие называют прямым. Крыватым насекомым свойственно непрямое развитие или развитие с метаморфозой, превращением. У одних групп оно проходит неполным, у других с полным превращением. Разнообразие насекомых. Среди многочисленных отрядов насекомых, отряд тараканы один из самых древних. Тараканы ведут ночной образ жизни, питаются растительными и животными остатками. Стрекозы – хищники, они ловят насекомых прямо на лету. Личинки стрекозы развиваются в водоемах и также ведут хищный образ жизни. Нападают на рачков, головастиков, мальков, рыб. Представители отряда клопы имеют колюще-сосущий ротовой аппарат. Некоторые клопы питаются соком растений. Хищные виды – внутренним содержимым своих жертв. Постельный клоп обитает в жилищах человека и питается его кровью. К счастью, в целом на территории России клопы, ну, в настоящий момент о них ничего не известно. А вот на Западе, как говорят, где-нибудь в США, в Европе, клопы постепенно начали возвращаться в жилище человека. Клоп, постельный клоп – невероятно мерзопакостное существо. Его практически никак невозможно уничтожить. На него не действуют практически никакие химикаты. Насколько известно мне, клопов удалось в жилищах уничтожить благодаря такому веществу, как ДДТ. Но этот самый химикат в настоящий момент запрещен как канцерогенный и вызывающий рак. Но при этом это было чуть ли не единственное эффективное вещество, уничтожающее постельных клопов. Разнообразие. Так, и далее. Отряд жесткокрылые или жуки. Самый распространенный. Включает более 300 тысяч видов. Отличительная особенность представителей данного отряда – наличие жестких прочных надкрыльев, прикрывающих вторую пару кожистых крыльев. Ротовой аппарат жуков – грызущий. Среди жуков встречаются растительноядные виды, хищники и даже мертвоеды. Отряд бабочки или чешуи-крылые назван так потому, что крылья бабочек покрыты мелкими разноцветными чешуйками, видоизмененными хитиновыми волосками. В чешуйках находятся красящие вещества. О красках крыльев бабочек имеет важное значение. Эта окраска служит для распознавания, отпугивания врагов и маскировки. Питаются бабочки растительным нектаром. У представителей отряда «двукрылые» имеется только одна пара крыльев. А отряд делят на два подотряда – длинноусы или комары и короткоусы или мухи. Многие «двукрылые» – кровососы. Есть среди них и хищники, а также виды, питающиеся пыльцой, нектаром цветков. Отряд «перепунчатокрылые» включает хорошо известных общественных насекомых – пчел и муравьев. Они живут большими семьями, сообща добывают пищу, ухаживают за личинками, охраняют гнездо. «Перепунчатокрылым» относят и наездников. Их самки с помощью длинного яйцеклада откладывают яйца в тело гусеницы других насекомых. Наездников используют для биологической борьбы с различными вредителями на сельскохозяйственных угодьях. Роль насекомых в экосистемах и жизни человека Насекомые участвуют в круговороте веществ в экосистеме. Они питаются живыми организмами и в то же время сами служат пищей различным животным. Не менее важна роль насекомых как опылители цветковых растений – пчелы, шмели, мухи и бабочки. Распространители семян – это муравьи. Велико значение насекомых в процессах почвообразования. В процессе жизнедеятельности они рыхлят землю, способствуют обогащению ее перегноем за счет разрушения растительных и животных остатков. Многие насекомые и их личинки – вредители культурных растений, переносчики различных заболеваний животных и человека. Некоторые виды насекомых, например, медоносную пчелу и тутового шелкопряда, человек используют в хозяйственной деятельности. На этом основаны такие отрасли, как пчеловодство и шелководство. Вши – мелкие, быскрывые насекомые паразиты. Питаются вши – кровью млекопитающих. На человеке паразитируют три вида вшей – головная, живет в волосах головы, плотиная, более крупная и она живет в одежде, и лобковая, плошица. Плотиная и головная вши – переносчики и возбудители различных заболеваний. При обнаружении вшей на теле следует немедленно обращаться за медицинской помощью. Но что можно сказать? Как правило, если вы поддерживаете, регулярно стираете свою одежду, регулярно принимаете ванну, моетесь с мылом, моете голову, вши этим людям не грозят. Вопросы и задания. С чем связано разнообразие ротовых аппаратов в насекомых? Опишите различные их типы. Разнообразие связано с различием в питании этих самых насекомых. Потому что среди насекомых есть те, кто питается нектаром, соком растений, есть те, кто ведет хищный образ жизни, есть те, кто питается кровью, есть у жуков, например, и вовсе грызущий ротовой аппарат. То есть они очень и очень разнообразны. Естественно, что те, кто питается нектаром, у них, как правило, различные хоботки, чтобы достать до пыльцы нектара. Те, кто грызущий ротовой аппарат у жуков, здесь и так понятно. У различных насекомых там тоже могут быть и хелицеры, и хоботки, и что-то подобное. Разумеется, что у различных кровососущих там стилетно-протыкающий ротовой аппарат. То есть их очень много разных видов. А характеризуйте жизненные циклы насекомых. Жизненные циклы насекомых, их, по сути дела, два. Это цикл, вернее, даже наоборот, три. Цикл яйца, цикл личинки и цикл взрослого организма. Почему насекомые важны для растений? Потому что насекомые, как правило, являются главными опылителями различных растений. Как человек использует насекомых? Человек давно сумел приручить насекомых. Пчелы, тутовый шелкопряд активно используются человеком для своей повседневной деятельности. При этом некоторых насекомых, например, в 20 веке, начали использовать для борьбы с различными вредителями. Такая вот особенность. Продолжение следует...